Если у нас куколка обереговая, значит, что мы должны сделать? Крестик на груди. Это обязательно. В школах карантин, но дети дома не сидят. Учебникам и домашним заданиям они предпочли мастер-класс по изготовлению куклы. Кукла сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Они могут быть обрядовыми, обереговыми, интерьерными, игровыми. Сегодня на мастер-классе ребята научились сделать куклу-куватку. При себе нужно иметь несколько лоскутных заготовок, ножницы и нитки. Среди русских тряпичных кукол всего несколько, по образу и подобию которых сделаны все остальные. Одна из таких – куватка. Это первый оберег новорожденного. Сила в простоте. Сделать может даже ребенок. Сегодня Наталья Хлопотникова знает все нюансы обереговых кукол. А начинался ее путь совсем с других барышень. Вот это моя первая кукла. Кукла на картонной основе. Я придумывала ей разные наряды. Кукла-барышня, кукла в руссконародном костюме, кукла-крестьянка. Ну вот это самая простейшая куколка. Закройщица по образованию переквалифицировалась в педагога. От простого пошла к сложному. Овладела чулочной куклой, начала изучать обрядовые. Народный стиль ее любимый, особенно детализация. Взять хотя бы костюм. Раньше у каждой рукодельницы был свой орнамент. На кукле сарафан Кирсановского уезда Тамбовской губернии XIX века. Сарафан косоклинный. То есть вот он такой богатый, широкий, праздничный. Расшит ленточками. Раньше рукодельницы расшивали ленточками. И ленточки друг от друга были на расстоянии пальца, потому что не было линеек. И здесь вот все применялось не линейка, а вот части тела. Вот так измерялось. Много кукол не бывает. Они стали полноправными домочадцами Натальи. У каждой свое место и предназначение. Карманные куклы также необходим элемент декора жилища. Они красивы, функциональны, просты. Там внутри картонный каркас такой плотный. Ткань подбираю. Все лоскутики. И петельным стежком все вручную вот это все обшиваю. Делаю кармашки. Естественно, это уже машинные строчки. Глазки все это вот сама. И синтепон внутри вкладывается для объема. А вот Валентина не профессионал, а скорее любитель. Пенси подтолкнула ее к новому виду творчества – куклам. В ее арсенале их десятки. В основном вяжет крючком. Это сейчас и модно, и популярно. Для Валентины Багаевой ее первая кукла стала вдохновением на создание сначала одежды, затем и игрушки. Эта кукла могла передвигаться еще, была в ползунках, а у меня был младший братик. И я ее называла Вова. Она так у меня очень долго была. И до сих пор вот у меня мой мишка, которого мне подарили на рождение. То есть мои игрушки, они до сих пор у меня еще сохранились. Валентина Александровна вяжет и аксессуары. В таких бусах она проходила все лето. В основе каштан и фундук, который обвязан и умело задекорирован. Кукла не уходит на второй план. Они также могут быть выразительным элементом. Воздействие игрушки на судьбу человека велико. И для Валентины Багаевой это не пустые слова. Если, допустим, делаешь куклу для себя, для какой-то цели, то на самом деле жизнь меняется. Смотря какую куклу ты хочешь сделать и для чего. Допустим, я была на семинаре на одном. И там мы делали куклу от дурного слова. Прошло полгода, я ни от кого дурного слова не слышала. В свой адрес или там даже рядом. Верить в это, не верить, это уже, наверное, от человека зависит. В последние годы многие женщины стали увлекаться изготовлением кукол. По мнению психологов, это полезно. При помощи самодельной куклы можно избавиться от груза прошлого. Стать более уверенной, успешной, любимой и привлекательной. Елена Хромова, Александр Позняков, Ольга Кириллова. Область новостей. Субтитры создавал DimaTorzok